Второе дело из мистера Вудз, который спросил о Александре Войтюк и его родителях. Александр родился в 1916 году, и его родители Томаш и Катерина Войтюк живут в Турковщине, хотя они могли бы уйти. Александр был родственниками, и архивы не дали информацию о данном случае. По информации от подписчика, мы знаем, что Александр Войтюк родился в 1916 году. Это значит, что к времени начала Второй мировой войны он явно был мобилизован. Есть такой сайт «Память народа». Если зайти на этот сайт и ввести имя Александра Войтюк, то мы можем найти эту персону. И увидим, что Александр Войтюк являлся канониром 3-го Карпатского артиллерийского зенитного полка. И находим эту информацию в списке советских граждан, находящихся на службе в 3-й польской дивизии стрелков карпатских, дислоцированных в графстве Амершем, Англии. И даже указана там гражданская профессия, портной. Место рождения указан город Ровно. Это современная территория Украины. Напомним, что в 1942-1943 годах на территории Советского Союза был сформирован второй польский корпус под командованием генерала Андерса. Этот корпус был сформирован из числа польских военнопленных, которые попали в плен в ходе Советско-Польской войны 1939 года, а также из поляков, которые отбывали заключение в ГУЛАГе. Более подробно про это воинское формирование можно прочитать в книге 3-й дивизии стрелков карпатских, которая была издана в Лондоне в 1991 году. Не совсем понятно по первоначальной информации, откуда информация, что Войтюки, искомая семья Войтюков, проживала именно в названных деревнях в 1930-х годах. Дело в том, что при первоначальном поиске фамилия Войтюк встречается в окрестностях самого города Ровно, причем встречается в начале XX века. Не совсем понятно, действительно ли существует белорусский след этих Войтюков. То есть откуда идет упоминание толковщины? Откуда, да. То ли это какая-то семейная легенда, то ли это подписчик сам нашел представителей таких фамилий и подумал, что... Просто какая-то совпадение. Но действительно, действительно, вот Войтюки проживали в деревне Лопоровичи. Лопоровичи это недалеко от Минска, недалеко от Заславля. В настоящее время это деревня на берегу Минского моря. Как можно проверить именно белорусский след вот этих Войтюков? Значит, в Национальном архиве Республики Беларусь Нарп имеются данные переписи 1925-1927 годов. В частности, за 1925-й год есть данные сельхозпереписи в СССР. В 1926-й год это поселенные списки домохозяйств. В 1927-й год это данные всесоюзной школьной переписи. И если эта искомая семья Войтюков действительно там проживала, то можно проверить по спискам домохозяев, действительно ли они там были в Лопоровичах, в Турковщине или в Суковичах. То есть можно предположить все что угодно, что они там жили, потом что они как-то переехали, какая-то часть семьи была арестована, кто-то был призван в армию. Тут такая загвоздка, что не так-то легко было переехать в 20-30-е годы ровно, потому что ровно на тот момент находилась на территории Польши, а Заславль и окрестности был в Советском Союзе. Соответственно, пересечь границу так просто нельзя было. Есть еще другие документы уже по периоду дореволюционному, находятся в Национальном историческом архиве в Минске, по которым можно также проверить, действительно ли они проживали в Войтюки, в окрестностях Заславля. Карточки обследования хозяйств по переписям 1916-1917 года. Единственное, что они по данной местности были выборочные. Было не сплошное обследование, а выборочное. Есть фонд 213-й мировой судья 4-го участка Минского судебного мирового округа. Там можно найти дела по обвинению граждан в кражах, нанесению побоев, оскорблений. Есть 261-й фонд земского начальника 3-го участка Минского уезда. Там хранятся дела по ходатайству крестьян и мещан о предоставлении права на выпук земельных участков, выдаче приговоров на право владения и прочие документы. Еще нужно учесть, что Войтюки не обязательно были крестьянами, они могли относиться и к сословию мещан. Причем мещане не обязательно должны были проживать в черте города. Мы знаем, что нередко в сословии мещан записывали так называемую бывшую польскую шляхту, которая не смогла подтвердить свое дворянство, и, будучи мещанами, они проживали в сельской местности. В таком случае есть фонд Мещанского права и Минского городского права, в которых есть посемейные списки, призывные списки по минским мещанам. То есть перечень архивных источников достаточно велик, главное это все просматривать, изучать. Единственное, что не сказал по метрикам, очевидно, что представители данной фамилии были католиками, и ближайший костел находился в Заславе. Но, к сожалению, метрики по Заславскому костелу сохранились самый поздний за 1852 год. И, к сожалению, изучение метрик нам, в данном случае, ничем не поможет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...